Благодарю Арстан. 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 Благодарю. 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 Благодарю Арстан. Благодарю Арстан. Благодарю Арстан. Благодарю. 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 охватить еще по меньшей мере 13 тысяч детей. Продолжается работа по расширению спортивной инфраструктуры, в том числе на селе. Недавно в селе Житекши был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Всего в этом году планируется ремонт и строительство 13 спортивных объектов. Особое внимание также уделили селу, в числе прочего там вводим полноразмерные футбольные поля. Более 40 спортивных сооружений мы обновили и возвели в прошлом году. Завершить свой отчет хочу сферы на исключительную важность, которую указал минувший год, это сфера здравоохранения. В прошлом году было значительно укреплено ресурсное обеспечение медицины, приобретено кислородное оборудование, обновлен автопарк, станции скорой помощи, построенный и запущен инфекционный госпиталь, инсультный центр и отделение экстренной помощи 1-й горбольницы города Павлодара. Для усиления кадрового резерва Павлодарского здравоохранения в этом году мы увеличили количество грантов Акима области для обучения в медицинских вузах по программе резидентуры. С 47 до 124, то есть в 2,6 раза. Продолжение следует... 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 Неге бұлдай мәселе туындап жатыр? Бірақ бұл жерде әрине табиғатқа байланысты, судың табиғатын ауырайдың температурысына байланысты, осы маса бәрбірді оны толық жой алмаймыз. Бірақ бұл жерде ғылыми, зерттеу, қосымша мердігердің күштері, басқарма өкілдердің күштері, тағыда авиацияны қостық, баржадан суға жеке осы препараттарды уақытында ектік. Қосымша қалаға дейін жеке барьердік абработқа жасау жұмыстарын онында имдастырдық, бірақ азайтқанда қазір сармасалардың шыбынның көлемі азайды, бірақ осы масқара деймізділ сол пайда болды. Онында қазір осы саны төмендеп баржатыр, бірақ бұл үлкен сумен байланысты. Бізге деген шығыстан үлкен жыл сайын 5 шарым жеті миллиард кекше метр су келеді, со сумен пойма дейміз ғойда 15-20 шақырымға жайладын болады. Со жерде осы орта, әрине осы шыбын шіркейге жақсы орта дейміз ғойды. Бірақ ма жерде адами факторларды онында анықтау керек, олда бар. Бірақ біз мердігердің алдында бір тенге қаражат бөлінген жоқпыз. Тек қана жұмыстың сапасын тиімділігін көрсеткенінен кейін қана, біз осы мәселені қаржу мәселесін шешетін боламыз. Рахмет, Вероника Боярова, Телеканал Хабар 24. Добрый день, у меня вопрос по поселку Зеленстрой. Его жители уже несколько лет ждут, когда появится канализация. В этом году должны были начаться работы еще весной. Но пока никаких шагов не предпринято. Проект уже прошел госэкспертизу. Пожалуйста, скажите, когда начнется реализация? Спасибо за вопрос. Действительно, Зеленстрой – это город Павлодар, областной центр. К сожалению, до сегодняшнего дня не решены были вопросы канализации, при том, что этот район в большинстве своем обеспечен теплоснабжением. Поэтому проектно-сметная документация, она разработана. Мы будем планировать расходы с 2022 года. По той информации, которую мне дал Аким Павлодар, я по приезду обязательно уточню, чтобы действительно в 2022 году эти работы были начаты. По этой причине, к сожалению, когда не решены инфраструктурные вопросы с сетями, к сожалению, тоже тормозится вопрос, допустим, дорожного покрытия, асфальтового покрытия, чтобы потом все это не разрушать. Поэтому для областного центра мы разрабатываем отдельный план развития областного центра с его сельской зоной и в том числе с такими малыми микрорайонами, где есть определенные диспропорции в части качества и комфорта проживания. Спасибо за ответ. Вероника, есть уточнение у вас? Да, то есть получается не раньше следующего года начать строительство. А почему так долго? Должны же были начать в апреле еще. По моей информации, проектно-сметная документация разрабатывалась с прошлого года. Вот она завершается. И в бюджет текущего года финансирования это не попало. Поэтому и сезон уже с учетом всех процедур, если мы даже начнем осенью начинать, это неэффективно. Необходимо это начинать с разной весны. Поэтому здесь вопрос и финансирования, и все-таки условий, когда можно реализовать данный проект. Объективно это 2022 год. Спасибо за уточнение. Нужно для реализации проекта. Еще раз повторите, пожалуйста, Вероника. Можете, пожалуйста, назвать сумму, которая необходима для реализации этого проекта? У меня данной информации нет. Давайте наша пресс-служба с вами свяжется и доведет вам данную информацию. Сегодня в течение дня. И второй вопрос. По заводу в Экибастузе. Там простаивает завод по производству стрелковых переводов. Руководство говорит, что уже подумывает о сокращении персонала. То есть почему сложилась такая ситуация и какие будут меры предприняты? Может быть, завод будут перепрофилировать? Очень хороший вопрос. Серьезный завод, современный, отвечающий всем стандартам. Продукция востребована внутри страны и за пределами. Хочу вас проинформировать, что буквально вчера подписан офтейн-контракт на 5 лет. И Казахстан тем же сделала заказ для этого предприятия. И можем сказать о том, что продукция будет поставляться на внутренний рынок. Проблемы сняты. Хорошо, спасибо. Абек Жматов, Павлодар, Ньюзский. Зайд с нами на связи. Меня слышно, да? Хорошо слышно. Блакайр Бахтваевич, расскажите, пожалуйста, о планах по туристическому сезону в Баянауле. Сколько туристов ожидается и что делается для их комфортного отдыха? И еще прокомментируйте, пожалуйста, информацию о дорогостоящих памятниках Батырам. Не лучше ли деньги пустить на решение вопроса водоснабжения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, если брать, мы знаем, прошлый год очень тяжелый был в целом для страны, для мира и для туристической отрасли. Если в 2019 году Баянаул посетило 130 тысяч туристов, то в прошлом году не превышал этот показатель 3 тысяч. Ну, работали практически, можно сказать, не работали в полном режиме ограничения. В этом году туристический сезон откроется по плану, вот в этом месяце. Есть все надежды на то, что дойдем к показателям 2019 года, может быть, даже и улучшим эти показатели по количеству туристов. Мы видим, что сейчас есть большой спрос на внутренний туризм. За прошлый год, за этот год поправлена там инфраструктура для отдыха людей, заработал визит-центр, подключили мобильное приложение. Но, к сожалению, в полную мощность использовать, вернее, опробировать и замерить, насколько все это работает, насколько сервис улучшился. Мы, наверное, в этом году только увидим. Есть возможности для водного туризма. Мы запускаем там различные экскурсии, в том числе исторические, различные, ну, все необходимое для комфортного отдыха для наших жителей. Кстати, не только жители области, но и жители Карагандинской области, столицы и других городов, и Российской Федерации, по информации наших аналитиков сферы туризма, они посещают. Для нас 2021 туристический год будет очень важным с точки зрения оценки, что необходимо дополнительно сделать для того, чтобы улучшить качественно эту сферу. Но мы понимаем, короткий сезон, нужно будет, допустим, ресурсы предпринимателей бизнеса готовиться условно 10 месяцев для того, чтобы оказывать услуги в течение двух месяцев. Это не то соотношение для получения высокой прибыли, но, тем не менее, наша задача продлить через водные, через создание зимой лыжного туризма, лыжно-роллерной базы. Планы у нас есть, и несколько небольших туристических объектов, они планируются открыться и в этом году, в прошлом году. Такая программа динамичная, она реализуется в регионе. По памятникам, проект комплекса был предложен активными жителями Баяна-Ульского района, был рассмотрен на общественном совете Баяна-Ульского района, поступило предложение от писателей, деятелей искусства, культуры о необходимости возведения памятников Олжабай и Жасабай-Батуру на территории поселка Баяна-Ул. Но первично мы этот проект разделили условно на два этапа, это создание парка. В Баяна-Уле нету такого полноценного парка для отдыха Баяна-Ульцев. На территории 2,8 гектар размещен будет парк. Мы определили, что в этом году создадим парк, место отдыха всех жителей и гостей. А потом, на следующий год, если будет в целом поддержка и желание возвести эти памятники, еще дополнительно посоветуемся, проконсультируемся и примем окончательное решение. Но посовещающиеся с жителями непосредственно Баяна-Ульского района, они должны ключевое слово в данном вопросе сказать. По моей информации, большинство за возведение этих памятников. Что касается воды, 222 дома, неподключенных непосредственно в самом поселке Баяна-Ул, из-за практически большого скальника, то есть практически районный центр, он находится на одной скале, это представьте, это работы идут отбойником, это не работы как специальными механизмами в почве, где можно было провести воду. По этой причине эти 222 дома остались неподведенными. По информации Акимата района, в этом году эта работа завершится, и вода должна прийти тем жителям, которые ее не получили. Вопрос на контроле. Добрый день, господин Аким, во-первых, у меня два уточнения. Первое по вашему докладу. Вы сказали, что идет строительство тепломагистрали, которое решит проблему многих повладарцев по энергоснабжению, по теплу. Но руководство Павлодар Энерго заявило, что тепломагистраль за 3 миллиарда не решит проблему дачного микрорайона, у Сольского, в которых сейчас идет ужасный недогрев. И вообще этот год был изобилием, буквально безобилием были все возможные коммунальные аварии. Они сказали, что нужно увеличить мощность ТЦ-1 или строить котельную. То есть, получается, 3 миллиарда вы выделяете денег налогоплательщиков. Но повладарь Энерго говорит, что от этого проблема не решится. Прокомментируйте, пожалуйста. Айнур, спасибо за вопрос. Действительно, тепломагистраль 42-я, она решит проблему жителей дачного и у Сольского микрорайона. Мы ставим для себя задачу за 6 месяцев подготовки к отопительному сезону завершить этот проект. На сегодня более километра прошли, еще необходимо дальше проходить. То есть, решение этих двух микрорайонов по оценке специалистов и экспертизы тепловиков, которые мы консультировались перед принятием решения, мы пришли к мнению, что эта проблема с недогревом будет решена в двух микрорайонах, порядка 30 тысяч жителей. Но в будущем, с точки зрения полностью централизованного теплоснабжения всего областного центра, есть проблемы с дефицитом теплоисточников. И действительно, необходимо либо модернизация существующей ТЭЦ-1, либо строительство новой теплоснабжения, либо обходной модернизации ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и строительство магистральной инфраструктуры для развития южной части города. У нас получается, что два ТЭЦа стоят в северной части, где город не развивается в эту сторону, а ТЭЦ-1, который находится в южной, в эту же сторону растет сам город с точки зрения жилищного строительства, и там есть дефицит. Поэтому мы, понимая, что нам необходимы четкие расчеты специалистов, мы сейчас активно идет техническая ревизия и оценка с участием специалистов, которые мы заказали, и еженедельно собираемся по этим вопросам для того, чтобы как нам в дальнейшем быть, с точки зрения, если хотим мы развиваться, что необходимо, какие меры предпринять для решения комплекса данного вопроса. Второе уточнение. Вы только что моему коллеге ответили, что на потравку комаров и мошек на три года вы выделили полтора миллиарда тенге, от этого мошек меньше не стало. Последнее такое нашествие было в конце 90-х, ну понятно, тогда денег не было, да? Сейчас мы, слава Аллаху, живем в 21 веке. При этом на пиар только на год. То есть, если получается полтора миллиарда, на три года это по 500 миллионов, год на потравку комаров. При этом на свой пиар в этом году вы выделили около одного миллиарда тенге. То есть, получается, пиар ваш важнее, чем потравка комаров? Айнур, спасибо за вопрос. Полтора миллиарда, действительно, это трехлетний бюджет. Мы перешли на трехлетку, понимая, что это действительно очень чувствительный и социальный вопрос, борьба с ГНУСом. Для нас, для себя лично, это одна из таких важных, ключевых задач. И в этом году мы именно в конкурсной документации для подрядчика сразу поставили задачу, что мы не перечислим им ни аванса, ни денег за выполненную работу, пока мы и люди не почувствуем эффективность данной работы. По областному подрядчику работы начались своевременно. Отдельное научное сопровождение. То есть, здесь, опять же, проблема в чем заключается? Нам группа научного сопровождения дает точные сроки. Там пошло где-то повышение температуры, быстрее ГНУС стал на крыло. Какая-то часть все равно она попадает в областной центр, следом идет барьерная обработка. Это как бы техника. Этим мы регулярно занимаемся. У нас целая война с ГНУСом идет. Поэтому чувствительный вопрос. Мы видим, и люди говорят, что есть снижение по комарам. Есть снижение. Но не было разрыва, практически уменьшилось количество комаров, сразу же увеличилось количество мошек. Пошел это другой препарат. Комар с поймы вылетает, мошка с проточных рек. Совсем другая организация. Ежедневно мы этим вопросом круглосуточно занимаемся. Теперь по вопросу. Я не считаю, что государственный информационный заказ является пиаром конкретного Акима или же конкретного должностного лица. Это освещение деятельности всего, что делается в регионе, в районе, в областном центре. В том числе о ходе реализации государственных программ. Это та информация актуальная, которая должна быть донесена до людей, чтобы и бизнес, и население видели, какие есть возможности для собственного развития и в целом о принимаемых мерах внутри того отдельно взятого района, села или города. По вашему мнению, один миллиард это много или мало для пиара? По моей информации сумма меньше, если не ошибаюсь. Около миллиарда, там чуть-чуть недостает до миллиарда. 850 миллионов. Мы не можем говорить, что это много или мало. Это как раз-таки в том числе и поддержка всех средств массовой информации, размещение государственного заказа. Это общепринятая в любой стране, в том числе в нашем государстве, система поддержки и реализации государственной информационной политики. Поэтому говорить здесь много или мало, наверное, вопрос такой экспертный и сложный. Айнар, переходите, пожалуйста, к своим вопросам. Господин Скаков, госпожа модератор, вы, пожалуйста, меня не перебивайте, потому что на брифинг мне попали представители региональных независимых изданий и очень много вопросов от них. Поэтому, раз вы их не приняли, будьте добры, а они все имеют право получить ответы на вопросы, а не только подотчетные Акиму СМИ, как Павлодар Ньюс и Сарархаса Малат. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что эти деньги у вас идут на то, чтобы, как вы говорите, освещать, видимо, к Адилам, писать о том, что происходит в регионе. Но при этом статья в газете «Время», в Нурки и Зетт, лично о вас это основная сумма денег, очень большая сумма денег затратилась. Это лично ваш пиар. Это не пиар региона. Айнур, я еще раз хочу повториться, что не считаю, что государственный информационный заказ является пиаром Акима региона, в частности, меня. Еще раз говорю, я не пишу о себе, я пишу о реализации тех или иных мероприятий и политики в регионе, государственных программ. Об этом должна знать общественность, население региона и страны. Спасибо. Хорошо, тогда у меня следующий вопрос по строительству завода кальцинированной содой и хранилища ядерных отходов. Вчера в своем инстаграме, об этом даже написал скриптонит, все знают, что он с Ленинского, это часть Павлодара, о том, что и так регион задыхается от заводов. Это один из самых экологически неблагополучных регионов. Туда же вы хотите, туда же хотят, вернее, построить хранилище ядерных отходов и завод кальцинированной содой. Поэтому у меня к вам вопрос. Как главе региона, как Павлодарцу, как вы относитесь к этому, к строительству? Спасибо, Айнур, за вопрос. По заводу кальцинированной содой решение было принято на РКС в 2019 году. Это инвестиционный проект, мощность, по-моему, 200 тысяч тонн в год, 73 миллиарда тенге инвестиций. Было проведено 2-3 уже слушаний. И если смотреть динамику изменений в части экологической оценки, то по-последнему есть существенные изменения. Общественные слушания, последние проведенные, они признаны состоявшимся. Они прошли активно. У нас очень сильная экологическая общественность. И я хотел бы их поблагодарить за то, что они перед инвесторами ставят задачу по детальному разъяснению тех или иных технологических решений, которые реализуются в рамках того или иного инвестиционного проекта. Поэтому сейчас идет процедура завершения ТЭО. После него подготовки проектно-сметной документации. И я считаю, что, наверное, еще раз, если коль возникают вопросы, и организатор общественных слушаний, и непосредственно сам заказчик и исполнитель проекта этого технико-экономического обоснования, они должны донести до экологов и до населения все плюсы, если есть минусы этого проекта. Поэтому я такое поручение дам по приезду, чтобы донесли... Пожалуйста, не уходите от ответа на прямой вопрос. Я спросила ваше личное мнение, как главу региона, во-первых, во-вторых, как повладарца, вы все-таки родились в Павлодарской области, нужен ли, по вашему мнению, завод кальцинированной соды и хранилище ядерных отходов в Павлодарской области к уже имеющимся экологически вредным производствам? По хранилищу ядерных отходов это хранилище будет не на территории Павлодарской области. Речь идет о создании данного хранилища на основе снятия земель, которые находятся в зоне бывшего Семипалатинского полигона. Там в селе Ахжар 70 километров, если не ошибаюсь, от этой зоны есть половина земель, условно, там несколько сот тысяч гектар, которые сейчас не используются. В соответствии, вот Национальным ядерным центром и заказчиками данного проекта будет проведена экологическая оценка этих земель. И после того, как будет проведена эта оценка влияния, возможно ли вовлекать в экономический оборот, или же нельзя эту землю трогать, эта информация также будет доведена. Сейчас предварительно идут предварительные слушания и консультации. То есть это проект долгий. Сейчас говорить о том, что появится хранилище на территории Павлодарской области, наверное, не совсем корректно и объективно. По заводу кальцинированной соды, я еще раз хочу, по целым, по проектам мы говорили, да, сложный всегда выбор между инвестициями и технологиями. Конечно, у нас вышел экологический кодекс, вот он буквально через несколько дней ступает в свою силу. Ключевым вопросом экологического кодекса является переход предприятий, природопользователей, на наилучшие доступные технологии. Поэтому понятно, что все то производство, которое с советского периода, оно технологически, наверное, где-то устарело. Поэтому есть программа, есть программа включения и наши предприятия региона, они тоже вошли в топ-50, которые вошли в этот проект, которые в течение 10 лет должны изменить свои технологии в целях снижения выброса в атмосферу. Поэтому инвестиции должны быть, но инвестиции чистые, зеленые, с максимальным экологическим, минимальным влиянием, которые не приносят вреда и нагрузку на атмосферу. Мой подход вот такой. Аблхаир Бахтыбаевич, не уходите, пожалуйста, на ответ, на прямой вопрос ответа. Завод кальцинированной соды и хранилище ядерных отходов, по вашему мнению, как уроженцы Павлодарской области, должны быть построены или нет? Ваше личное мнение. Еще раз говорю, по заводу... Не занимайте, пожалуйста, время... По хранилищу, по хранилищу, это вопрос не на территории нашего региона. Раз. По заводу кальцинированной соды при поддержке, при соблюдении всех процедур и доведении экологической чистоты данного проекта, этот завод может быть реализован. Что требует и закон, и новый экологический кодекс. Моя позиция такая. Понятно. Но хранилище находится в майском районе, это я вам так... Это не хранилище, это находятся земли там. Земли майского района. Хорошо. Следующий вопрос. По данным официальной статистики, индекс цен с 1 по 8 июня на картофель в Павлодарской области вырос почти на 30%, на морковь почти на 20%. А с начала года индекс цен на картошку, это я просто из официальной статистики беру, поэтому зачитываю. Вырос почти в 2,2 раза, на морковь почти в 1,9 раз. Это самый высокий прирост индекса цен по стране. И это при том, что Павлодарская область традиционно сама производила и экспортировала эти овощи. Как вы это можете объяснить? Мне, пожалуйста, не нужно, что вы на следующий год там собираетесь делать и закладывать. Мне нужен ответ на сегодня. Павлодарцы картошку и морковку кушать будут сегодня, а не со следующего урожая. Как вы этому относитесь? Почему вы это допустили? Хорошо, спасибо за вопрос. Индекс цен на социально значимые товары по Павлодарской области составляет 106,8%. Среди других регионов страны цены по 13 позициям социально значимых продовольственных товарах, они находятся в оптимальном пределе. По 6 позициям низкие цены. По картофелю. Действительно, мы регион с большим объемом, почти 500 тысяч картофеля выращиваем. Но этот картофель, он может храниться физически с сентября до мая месяца. Больше 8 месяцев он на 80% состоит, он поливной картофель. У нас на 18 тысяч гектар мы выращиваем 500 тысяч тонн картофеля. Поэтому дальше ни экономически его хранить, ни физическое его состояние невозможно. А в последующий период должна прийти ранний картофель с юга, где-то условно с мая по сентябрь месяц. Вот такая традиционная схема замещения работала всегда. Но из-за погодных климатических условий в этом году мы видим, что сейчас только ранний картофель пошел на рынок. И я думаю, что в ближайшее время снижение цены произойдет, и ситуация стабилизируется. Это сезонный характер, который, к сожалению, в этом году имел место. Однако официальная статистика дает, что это самый высокий, в Володарской области, самый высокий прирост индекса цен по стране. То есть на картофель и морковь. Получается, даже те регионы, которые не сажают картошку и морковь, они смогли удержать цены. Почему? Вопрос в хранении. После мая картофель не хранится. Вопрос не в том, что рост цены. Практически этого картофеля сейчас нет. Он остался только семенной на будущий урожай, не предназначен для реализации. А есть различные виды картофеля. Там цены разные. Социальные цены выше. До 25 видов различных типов картофеля. Поэтому то, что мы говорим, ранний, весенний картофель придет сейчас, он уже идет с юга. И мы сейчас видим, что уже 140 тенге цена на юге с доставкой, с плечом, она дойдет к нам. И цена будет, наверное, не выше 170 тенге. И последующим со снижением до нового урожая, который мы получим чуть позже. Я совершенно не понимаю вашу логику. Получается, что картофель, который берут из Павлодара, в других регионах хранится, а в Павлодаре не хранится. Ну, потому что я не сама это выдумала. Это вот данные официальной статистики. Айнур, 500 тысяч... Он уходит на экспорт, оставшийся в другие регионы. Еще раз говорю. Дальше мая хранить картофель на территории Павлодарского района, который состоит на 80% из воды, нецелесообразно и невыгодно. Поэтому фермеры так решают, и они продают до этого периода. Поэтому о следующем я уже остальное вам рассказал. Понятно. В общем, из этого следует, что в других регионах хранится, в Павлодаре не хранится. Хорошо. Вот этот вопрос я задавала всем вашим предшественникам, в том числе Булату Бакаугу. Как вам относятся Павлодарцы? Дело в том, что я прочла все павлодарские паблики, там жалобы Павлодара, там Типавлодар, Кирек Павлодара. Ну, разные. Очень много в жалобах Павлодара. Как вы считаете, как вам относятся Павлодарцы? Потому что вас там называют свадебным генералом, говорят самым нечемным акимом. Как вы считаете, как вам относятся Павлодарцы? Я очень ценю Павлодарцев всех и их критику, поскольку они держат чиновников в тонусе, и сторонник конструктивной критики. Если есть критика, есть предложение, как решить эти проблемы, безусловно, без ошибок не бывает. Поэтому мы работаем на улучшение оказания услуг, решение тех вопросов, которые сегодня стоят перед нами, как в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и других вопросов. Я, как уроженец Павлодарской области, ценю мнение павлодарцев, но еще вдвойне ценю конструктивные предложения, которые вносятся для улучшения деятельности местных исполнительных органов. И последний вопрос, это уже лично от меня. Скажите, в каком статусе у вас моя коллега Дана Саудидерова? Кем она работает? Госслужащая, она не госслужащая? Дана Саудидерова, я думаю, вы знаете, она работает с советником по коммуникациям и уже больше года работает в регионе. Сама уроженка города Павлодара. Поэтому такая информация для вас. Госслужащая она или не госслужащая? Госслужащая. Она может быть блогером по закону о госслужбе? Я не знаю, блогеры у нас имеют по закону отдельный статус или нет. Спасибо, Айнар, за ваши заданные вопросы. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Я хочу напомнить о том, что правила для всех одинаковые. Выясню с Кизет Джанар Сирдалином. Какой объем урожая картофеля в текущем году планируют получить в регионе и какую часть урожая планируется поставить в Нур-Султан и другие города? Вот я уже говорил о том, что в прошлом году объем производимого картофеля составил в регионе 500 тысяч тонн. Мы на площади 18,5 тысяч гектаров выращиваем. Есть хозяйства, которые используют современные технологии, дождевальное оборудование. Все это благодаря поливным орошаемым землям. Есть хозяйства, у которых урожайность достигает 65 тонн с одного гектара. Прогнозы на текущий год порядка 550 тысяч тонн, из которых я уже говорил, что порядка 90 тысяч – это потребление региона, более 200 тысяч – это экспорт. И оставшийся объем порядка 200 тысяч, он идет на другие регионы, в том числе столицу и другие области нашей страны. Второй вопрос. Жанар. Будет ли возрожден футбольный клуб «Иртыш»? Какие причины могут помешать этому? Ну, по «Иртышу» я бы хотел сказать, что это большая трагедия. Где-то боль Павла Дарцев, в том числе и моя, поскольку планы были, план «Клуб с историей». Но, к сожалению, те финансовые проблемы, которые возникли в прошлом году, они не позволили ему, клубу, дальше участвовать в чемпионате. Сейчас не стоит вопрос о банкротстве и ликвидации клуба, но это долгий процесс расчистки долгов. На сегодняшний день, помимо «Иртыша» в регионе, две команды – это «Экибастузис» и «Ахсу» – играют в первой лиге. Вы знаете, команда «Ахсу», которая всегда играла во второй лиге, по итогам прошлого чемпионата вышла в первую. Исключительно там играют футболисты практически на 95% Павлодарской области. И сейчас она в турнирной таблице на третьем-четвертом месте. И мы полагаем, что есть все возможности, но ключевое – мы на этом этапе отказались от использования игроков-легионеров, зарплаты по которым очень высокие. Тут минимальные зарплаты, минимальный бюджет, и в параллели с этим мы ставим для себя задачу по развитию футбола любительского и профессионального. У нас программа соответствующая была разработана, она с общественностью была согласована. И активно сейчас идет и дворовой футбол, и мини-футбол, и соревнования между районами и городами. То есть футбол никуда не ушел, он есть, он очень сильно представлен в Павлодаре, и мы будем его развивать. Рахмет, информбюро Дана Хисимова, Бзбен Байланста. Добрый день. У меня такие вопросы. Есть мнение, что проблема с ГНУСом была в этом году из-за поздно проведенных конкурсов. Разрешите узнать, почему в этом году, в отличие от прошлого года, так поздно провели закупки, а город так вообще не провел? Кто отвечает за контроль закупок каждого отдельного района города и области? И почему у каждого свои закупки, хотя пойма, одна на всех? Почему эту работу не проводят централизованно? И как будут решать сложившиеся проблемы? Спасибо за вопрос. Ну, я еще раз хочу сказать, по пойме, она очень большая, конкурсные процедуры проведены своевременно. Научная группа сопровождения начала работу, это еще с апреля, она дает рекомендации, когда начинать эту обработку. И, по сути, с конца апреля, с начала мая подрядчик уже был определен, и он начал свои работы в соответствии с теми температурными картами и рекомендациями научной группы. По областному, по пойме. Теперь, по городу Павлодаров действительно была проблема, где конкурсные процедуры с января начались, но, к сожалению, до мая месяца они не были завершены. Неопределен был подрядчик. После этого, как ситуация начала уже выходить из-под контроля, мы перебросили договор на исполнение основному подрядчику, который шел по пойме. И он начал параллельно с поймы обрабатывать территорию города, общественные места, парки, скверы и так далее. Параллельно с этими в бюджетах Акимов районов, которые расположены вдоль поймы, есть собственный бюджет, они, конечно, минимальные для обработки против гнуса. Мы на следующие периоды будем пересматривать эти цифры в сторону увеличения для более ранней готовности. Еще раз хочу сказать, по обработке поймы, где основной вылет гнуса и комаров и мошкары, работы начаты своевременно, и подрядчик был тоже своевременно определен. Анна, следующий вопрос. Вот в апреле был конкурс, раньше же их проводили в декабре, вот, потому что мошкара, она появляется, как правило, с потеплением, вот, не лучше ли ее делать заранее, как это было в прошлые годы, в декабре, допустим. Вот по процедурам, да, после принятия бюджета имеется право объявить конкурс, эти процедуры тоже были начаты в начале года, но есть свои процедуры, там, обжалование процедуры есть. То есть любой потенциальный поставщик, который участвует, он может на любой стадии подать соответствующие жалобы, эти сроки сразу же оттягиваются на более поздний период. Это сложно, неконтролируемый процесс, это от всех потенциальных поставщиков, это в соответствии с законом требования, и нарушать их никто не может. Еще раз подчеркну, конкурс и подрядчик проведены своевременно, подрядчик определен и начал не с опозданием по обработке поймы. Дана, есть ли у вас еще вопросы? Да, у меня есть еще вопрос касательно вакцинированных людей в Павлодарской области. 97 тысяч получили только первый компонент, это 13% от всего населения и 16% от тех, кто подлежит вакцинации. Почему так мало вакцинированных, с чем это связано? Для нас на сегодняшний день, безусловно, одной из главных задач является максимальное вакцинирование и создание, формирование коллективного иммунитета. Мы работаем, есть соответствующий у нас план поставок, вакцина есть различных позиций, значит, инфраструктура вакцинации тоже создана, и кабинеты при поликлиниках, и при медицинских пунктах на крупных предприятиях и заводах. Есть примеры, где уже уровень вакцинации превышает и 50, и 60%. Поэтому эта работа каждодневная, но она зависит от желания и согласия людей. Но мы должны подталкивать, разъяснять все преимущества, все последствия. Эту работу мы разъяснительную информационную ведем регулярно на всех уровнях. И я думаю, что эти темпы, они будут только наращиваться, и здесь я, пользуясь случаем, хотел бы также обратиться ко всем землякам, повладарцам, для того, чтобы провести соответствующую раннюю вакцинацию. Сейчас уже пока тепло, пока не нужно никуда далеко ходить. Работают передвижные медицинские комплексы, которые стоят возле крупных торговых центров, где абсолютно любой человек может получить вакцину. И это коллективная ответственность за общий индекс здоровья всего нашего региона, нашей страны. И я хотел бы призвать наших земляков пойти на вакцинацию и обезопасить себя и своих близких, коллег, друзей, родственников, детей от возможного заражения вирусом. Спасибо за ответ. Светлана Варанова, Павлодар, Павлодар Ньюс Киезет, с нами на связи. Светлана. Здравствуйте, Абулка Юрбак Тибаевич. Кроме борьбы с ковидом, у нас в региональном здравоохранении есть же у нас много других проблем. В редакцию регулярно поступают жалобы на качество недосудов, например. Как вы собираетесь улучшать его? И сразу, если можно, что делается в области для улучшения качества образования? Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень актуальный вопрос. Да, действительно, ковидная проблема, она не должна снимать ответственность по целому, по развитию системы здравоохранения, по улучшению качества медицинских услуг. И мы понимаем, что очень важно, первичным звеном, куда приходит любой человек, это все-таки является поликлиник. На селе это сельская лечебная амбулатория. Мы для себя поставили задачу улучшить качество медицинского обслуживания именно на первичном звене. На звене первичной медико-санитарной помощи. Там очень много вопросов, когда люди приходят не за помощью, за получением рецептов, за какой-то консультацией, за такими техническими, организационными вопросами, получением направления. И, допустим, выжидают долгие очереди, где-то не получают объективно ответа. И мы для себя приняли решение в этом году, буквально с июня месяца, мы начинаем отдельную программу направления по развитию системы здравоохранения. Это именно перемены и изменения в сфере ПМСП. И на базе одной из поликлиник, четвертой поликлиники города Павлодара, начиная с областного центра, будет создан центр лучших практик, где будут все процессы медицинского обслуживания, от входа до завершения, они будут отработаны, апробированы, и которые в последующем будут уже в отработанном варианте направлены и обучены специалисты врачей и медсестры. И я думаю, что к следующему году мы должны получить улучшенную медицинскую инфраструктуру в поликлиниках. Самое главное, люди должны почувствовать, что насколько быстрее, качественнее и комфортнее стало получать медицинскую помощь. Это и состояние диспансерного учета, это и проведение, своевременное проведение профилактических медицинских осмотров, это скрининги, поскольку мы знаем, что здоровье человека, оно на 80% зависит от него самого, от раннего выявления, от раннего обращения, чтобы в последующем человек уже не попал на больничную койку. Мы делаем акцент на профилактику. Это наша задача вот на предстоящий трехлетний период. Мысал айтатын болсақ, ертіс Успен каналының өзінің пайдалануға берсек, 10 мүмдектар жерді суармалы алқал пайналды бұрға болады. Бірақ бүлігіміз ше, бұл каналдың құрбылысының аяқтауға тағы қосымша қаржы кереп, бұл мәселе қашан және қала үшкештеді. Осы сауаға жауап берсеніз. Рахмет. Рахмет, сарағыңызға рахмет. Рене, Павадар облысында суармалы жерлердің бағыты біз үшін өте маңызды. Жаңа айтып кеттім, қарты өп басқа да осы біздің дақылдарда, әрине, суармалы жерлердің даму, әрине, әсерететін жағдай бар. Міне осы Успен Павадар канал бойынша 10 мүн гектар суармалы жер еңгізу жоспарда. Бұл жоба қаз су шаруашылығы құзыретінегі рет. Бұл тұр 2020 жылы басталған жоба, 2020-2022 жылда аяқталатын жоба. Қазір ғытанда 40% осы жобан іске асырылды. Келесі жыл туылық іске қосылатын жоба. Қаражат қажетті 7-7 миллиард тенге жалп айтқанда бөлінетін болады. 40% егерілді. Қосымша келес жылдан бастап осы жоба аяқталады. Судан кейін іске қосылады. Біздің ауыл шаруашылықта істев әтқан кәсіпкерлер осы үр жобаны күтіп жатыр, дайындық өте жоғары. Сондықтан біздің жеке бақылауымызда. Біз осы жоба қаз, сұу, шаруашылыққа құзүретін болса да, біз орталық осы меке мен арнай байландыстамыз. Көрің Ахмед жобаңзуа. Следующий вопрос направил байгенюз кейзет Архан Румбеттва. Эксперты говорят, что травить гнус в июне бесполезно, а травить комаров нужно с апреля. Но Акимат не принял миры вовремя. В связи с чем так долго определялся подрядчик и почему для дезинфекции был выбран казах-сельмаш, который занимается строительством электросетей? На первый вопрос вы уже ответили. Скажите, пожалуйста, коротко, почему для дезинфекции был выбран казах-сельмаш, который занимается строительством электросетей? Это конкурсные процедуры, это желание и право участия потенциальных поставщиков. После этого конкурсная комиссия определила, после этого была проверка со стороны жалобы от потенциальных поставщиков, которая подтвердила, что он обладает необходимыми материально-техническими средствами для выполнения данной работы. Поэтому все сделано в рамках закона. Спасибо за ответ. Спасибо за ответ. Спасибо за ответ. Спасибо за ответ. К сожалению, на всех этапах даже выбора проектного решения, составления проектно-сметной документации, госэкспертизы, где-то сырых проектов есть определенные проблемы. Мы где-то, наверное, два месяца назад собрали за одним столом всех строителей, всех проектировщиков нашего региона, подрядчиков, заказчиков их, уполномоченные органы газостроительного контроля и провели такой открытый разговор, что нам необходимо делать для того, чтобы перезагрузить эту сферу. В принципе, мы для себя определили, что мы должны начать и от стадии проектирования. Определенные проблемы были по вопросам государственных закупок, где побеждают потенциальные поставщики, которые не обладают соответствующими материально-техническими и финансовыми ресурсами для реализации каких-то крупных проектов. И мы усиливать будем эту работу по контролю. Из того количества получилась такая статистика. Лиц, которые имеют лицензии компании на строительно-монтажные работы, условно первой и второй категории, их порядка 900, только 5-7% они потенциально могут и дорожат репутацией, обладают соответствующими ресурсами для качественного выполнения работ. Поэтому профессионализация строительной сферы весь на всех этапах комплексная проблема. Мы занимаемся, мы ее признаем, признала и сама строительная среда, даже то, что там по ассоциации строителей у нас были определенные вопросы. И мы сейчас работаем для того, чтобы подготовку специалистов улучшить на базе наших вузов, все-таки синхронизировать запросы строительных компаний с выполнением, с подготовкой специалистов, чтобы Акиматы тоже готовили заявки на подготовку тех или иных специалистов, гранты. То есть такая серьезная задача, решать которую нужно сейчас, и мы уже приняли соответствующую дорожную карту на 5 лет. Типовые проекты, если эти проекты уже построены при строительстве, у подрядчиков не возникало вопросов сегодня, те, кто принял на баланс и эксплуатирует, тоже не вызывают никаких нареканий. Значит, нужно брать эти типовые проекты и использовать, не разрабатывать новые, не допускать ошибок при проектировании, жесткий общественный контроль и профессионализация этой среды в комплексе с подготовкой специалистов должны дать импульс развитию строительной сферы. Абликайр Бактваевич, по трансляции в Фейсбук поступают немало вопросов от жителей вашего региона. Позвольте задать один из них, остальные мы направим в вашу пресс-службу. Марат Нұрбақыт, саламат Сиба әкімірза, Павладар облысында онкологиялық науқастар саны өс өде, сондықтан осындай онкологиялық ауруларды алдын-алу және ерте анықтау үшін позитронды эмиссиялық томографиялық аппаратты онкологиялық диспансерде орнату жаспарда барма? Бізде онкология аурулары бойынша көрсеткіштері өс өде, біз өздеріңізге мәлім, бұл тұр толық онкология ауруханасын, орталығын толық медицина жабдықталымен қамтамас етілді. Қазір күшіне енді, бұл бұл жерде орталық жеке медицина инфрақұрумы бар бізде. Енді бұл жерде бізге байланыс керек алғашқы медицина имдарымен, осы онкология орталықпен тікелей күнділіктің жұмысының нәтижесінде байланысты қазір құратын боламыз. Осы ертелек жасаған скринингтар, медициналық байқаулар, осы нәтижесінде біз үрі заводтардың башыларына да біз жеке осында сұныс еңгізілдік. Осы медицина медосмотрдейміз ғой, соларға жұмыскерлерді, жұмыспен қамтылған адамдарды уақытында жіберу үшін. Согезде ғана біз осы онкология ауруларды анықтау үшін жұмысты жасағымыз керек. Бұл қайыр Бактубаевич, на этом мы завершаем пресс-конференцию. Благодарю вас за уделеное время, за предоставленную информацию, за ответы на все поступившие вопросы. Желаем вашему региону только процветания. Рахмет, аман сау болайық. Аз жырландыңызғы, рахмет. Күрмет тарптестер, вұрталық коммуникациялар ғызметінгің ақпарат таланан ткелі көрсетлемді. Тамамдаймыз, сау болғыңызар.